В предстоящее воскресенье в Казахстане пройдут до выбора депутатов маслехатов вместо выбывших. Общее число вакантных мест 48, на них претендует 138 человек. Выдвигалось значительно больше, однако не все кандидаты прошли проверку на соответствие необходимым требованиям. Кто баллотируется на вакантные должности, выяснял наш корреспондент. Депутаты маслехатов, как и глава государства, а также мажорисмены, избираются народом путем прямого голосования. Помимо очередных выборов, которые проходят раз в пять лет, существуют и так называемые довыборы. Они проводятся традиционно весной и осенью. Вместо выбывших, по тем или иным причинам депутатов, на освободившиеся места избирают новых. Закончился процесс регистрации, идет процесс агитации, который закончится 24 числа в 24.00, и потом будет день тишины. С 11 числа избиратели могут на избирательных участках проверить данные о себе и, так сказать, исправить, если есть неточности, либо добиться, чтобы их внесли в эти списки, если они отсутствуют в них. Всего будут избраны 48 депутатов. Двое в маслехат Алматы, еще два в областные маслехаты. 13 народных избранников пройдут в городские законодательные органы. И еще 31 человек будет выбран депутатом районных маслехатов. С начала избирательной кампании было выдвинуто 153 кандидата. Однако до финишной прямой дошли лишь 138 человек. Согласно закону, кандидаты и депутаты должны удовлетворять ряду особенностей и соблюдать те условия, которые необходимы для регистрации, который предоставляет закон о выборах. Это сдача декларации, уплата избирательного взноса. Ну и вот не все кандидаты выполнили эти условия. Среди кандидатов, как заявленные от политических партий, так и самовыдвиженцы, средний возраст претендентов на депутатский мандат 42 года. Чуть больше четверти всех зарегистрированных женщины. Международных наблюдателей на этих выборах в Центре избиркоме не ожидают, ведь это выборы локального характера. В целом, в Сыке отмечают, избирательная кампания обеспечена всеми необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами и проходит в строгом соответствии с выборным законодательством.